Как прекрасно, что у нас дружная есть семья. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наши беседы о важном по теме рода. И у меня в гостях, или я в гостях, у моей коллеги. Оля, представься, пожалуйста, расскажи о себе, о своей деятельности. Меня зовут Бемберене Ольга, я психолог, практический психолог. На данный момент времени я занимаюсь трансформационной терапией, я бы это так-то звала. И использую различные методы от игропрактики до расстановок. Использую активно МАК-карты в работе. И работаю в основном с запросами работы с родовой системой, с родовыми сценариями. И работа с... В общем, когда человек уже движется, у него саморазвитие уже происходит, и на каком-то этапе возникает ступор. Вот именно со ступором, когда человек знает, чего хочет, и знает, куда хочет двигаться, но почему-то, чего-то где-то затормозилось. Вот этот момент, что именно происходит, почему включился саботаж, почему человек остановился, и, собственно говоря, и в своем движении, и в своих часто даже желаниях. Вот в основном с этим я на сегодняшний день работаю. Я рада, что мы выбрали время, нашли с тобой для такой важной беседы. Мы поговорим сегодня о роде, важности, понимании, знании, что такое род, для чего он нам дан, и какой посыл нам род дает, какие задачи. Это все такие вопросы, которые в какой-то момент времени у меня возникли. Ты знаешь об этом. Я хочу выразить, конечно, еще раз благодарность тебе, что мы провели тогда у тебя в гостях целый день, посвященный мне, любимой. Ну, естественно, все, что посвящено мне, потом несется полноценно моей семье, моим детям, будущим поколениям. Поэтому как бы ты так поучаствовала во всем этом процессе. Спасибо тебе огромное. Целый день уделила своего времени. Так же и получилось, что я к тебе в гости-то приехала, даже и не знала сначала, что именно с тобой мы будем проходить то, что у меня не было торможения такого, у меня было больше... Я это, как знаешь, чувствую, какой-то сверчок внутри такой сидит. И он меня как бы такой поджуживает там внутри, что мне нужно вот что-то найти. То есть пойти туда, не зная куда, принести то, не зная что. Я не совсем понимаю, что, но я четко знаю, что в момент, когда я это вот увижу, я буду знать, что это оно. Вот так и произошло. Я к тебе захожу. Я понимала, что мне нужно пойти в сторону именно родовых осознаний, родовых задач. Ну, это было связано как раз с тематикой женской. Но то, что мы с тобой тогда открыли, нарыли, это было удивительно и неожиданно для меня. Чем тебе интересна эта тематика и твое личное отношение именно к вопросам рода? Ну вот, как ты сказала, что тебя там что-то подзуживало, жужжало, и пойти туда не знаю куда. Это да, оно так и есть. Чем интересна тема работы с родом? Потому что часто очень так случается, что мы чем-то занимаемся или хотим заняться, а не идет туда, в ту сторону. И не очень понимаем почему. Или там совсем не понимаем почему. А это может быть связано и с родовыми, ну, для начала с семейными какими-то сценариями, а потом с родовыми сценариями. Родовые сценарии более глобальны, чем семейные. То есть, если семейные – это папа, мама, то что вокруг создали какую-то обстановку для нас, то об этом еще как-то достаточно много говорится. То о том, что в нашей голове существует память родовая, и мы исходим зачастую из каких-то сценариев, наработанных нашими предками 3-го, 4-го, 5-го поколения, о которых мы даже ничего не знаем, об этом говорится на сегодняшний день не так много. То есть, в нашей генетической памяти, в нашей родовой памяти, ну, многим просто больше понятно генетическая память, чтобы не было никакой эзотерики, хранится память о том, как наши предки выжили, за счет каких сценарных решений, за счет каких поведенческих решений выжили, сохранили и свою жизнь, и продолжили род. И это очень сильно влияет на нас, даже несмотря на то, что мы об этом можем не знать ничего вообще. Мы исходим из этих их решений, из того, как они воспитывали свое поколение следующее, своих детей. Мы можем об этом ничего не знать, но из того, как говорится, 7 поколений на нас влияет. Из того дальнего 7 поколения у нас в нашей сегодняшней жизни может что-то проявляться. И мы думаем, что совсем непонятно, что это, откуда это вообще взялось, это вообще не про меня, и что это такое-то вообще. А оно приходит через предков, именно через нашу... Где-то что-то включилось, какой-то триггер сработал, и в нашей генетической памяти включилась вот эта вот информация. Информация о том, как в этой ситуации наши предки поступали. Ну, мы же с тобой понимаем, как раз вот говоря на эту тему, что у предков тогда ситуация могла быть похожа, но не такая, как сейчас. И поэтому, включаясь то воспоминание и толкая нас в настоящем применять это воспоминание, оно может не совсем быть адекватно той ситуации настоящего дня. Для этого-то и важно нам, изучая решения, принятые нашими предыдущими поколениями, посмотреть, что для нас позитивно, что для нас конструктивно нужно, важно принять как их опыт, это как идентифицироваться, да, и с чем стоит распрощаться, поблагодарить, разидентифицироваться. Это вот хорошее такое знание, знание, которое дали супруги Докучаевой. Я у них проходила, да, по родологии курс. И мне вот это очень помогло тогда на курсе понять, просмотреть вообще древо рода и понять, что я в двух своих предыдущих супружествах отработала родовые сценарии своих бабушек, там бабушки и прабабушки. И мои поведенческие реакции, они были на самом деле продиктованы именно той генетической памятью, ну, потому что своего опыта, как еще у девочки нет, как мама я не хочу, и включились как раз вот эти внутренние состояния тогда, а как? Ну вот основывались на памяти. Сейчас уже изучая моменты рода, я могу посмотреть, посмотреть, какие задачи на меня возложены родом, и, как я понимаю, на эти задачи и силы даются. Да, как мы с тобой вот этот день, когда занимались, для меня вдруг было открытием, что на меня возложена задача наставлять мальчиков моих. Я-то все время думала, ну вот, мне нужно развивать больше мою женственность, да, такое материнство. Одно другому не мешает, но задача есть. То есть родом на меня возложена задача, и мы это четко просмотрели, наставлять мальчиков, и у меня для этого есть все. И это не значит, что я не женственная, это не значит, что я не мама. Просто есть какой-то, как сказать, дар, талант, ресурс на это, силы. Да, все так. Меня только немножко напрягают слова родом возложена задача. Мы, собственно, я немножко по-другому к этому отношусь. Я не считаю, что кто-то на нас что-то возложил, а мы исполняем. Мое мнение, мировоззрение такое, что когда человек собирается воплотиться в этой жизни, он сам выбирает, что будет полезна его душе, какая отработка там или какая задача, и выбирает, собственно говоря, исходя из уже имеющегося опыта и сил. Поэтому, когда задачи какие-то в жизни возникают, и в Библии так же говорится, что непосильных задач не дается. Потому что изначально мы себе выбрали тот план жизни, ту судьбу, которая по силам. И тут могут быть разные нюансы мировоззренческие, но мне, например, режет слух, когда говорят, что возложили на меня эту какую-то там задачу. Я ее сама выбрала. И когда человек выбирает что-то, то есть какую-то задачу, какую-то движуху, тогда, да, энергия рода в его сторону течет. То есть закон, есть определенные законы в родовой системе. И один из законов говорит о том, что энергия движется в ту сторону, где есть движение, где есть какая-то жизнь. Если человек там не развивается, ничего никак не делает, детей не хочет и прочее, то он не ценен для родовой системы. Ну, как бы это некрасиво сейчас не прозвучало, не нужен. То есть для родовой системы одна человеческая жизнь не суть. Для родовой системы важно движение вот этой общей жизни, чтобы продолжалось. Если через человека это движение протекает, река жизни течет, тогда он важен для системы родовой. Если через него движуха эта не идет, и река жизни не течет через него, тогда он не важен, и, собственно говоря, его, ну, можно так образно сказать, система убирает. То есть, ну, ненужный элемент исключается. Утилизирует. Да. А вот по поводу законов родовой системы. Ну, вот первый, да, что сила рода, там, энергия рода, она двигается там, где есть, ну, принятие собственной, собственной, как сказать, как вот здесь вот сказать. В общем, вопрос о законах. Он так и называется, закон течения энергии рода, энергии жизни, в общем-то. Он так и называется. Если ты исполняешь другие законы, там, все предыдущие, какие есть, да, то энергия жизни через тебя течет. Если ты их, как бы, нарушаешь, то она перестает течь, она зацикливается, может, там, в предков зацикливаться, и тогда не течет. Вот. О законах их по-разному, в разных трактовках может быть и три, и четыре, и пять. Но основные всем известны это законы иерархии. то есть для системы важнее тот, кто пришел раньше. То есть откуда вообще существует во всех культурах, ну, в тех, которые нам доступны, да, закон так уважения старшего. Вот он, этот закон из родовых вот этих вот законов. если тот, кто пришел в систему раньше, тому первое слово, образно говоря. Поэтому тот, кто пришел позже, там, потомки, они должны слушать это слово с уважением. И тому, кто пришел раньше, это уважение выказывать. Если потомок выказывает уважение предку, то в этой системе как бы энергия течет, ну, образно говоря, правильно, да. Если нет, то это нарушение вот закона иерархии. Вот сразу возникает у меня, как такого обывателя человека вопрос, когда предки вели себя недостойно, невежественно, что в этом случае значит выказывать уважение и слушать? Ну, это частный случай такой, когда предок ведет себя невежественно. Мы сейчас с тобой можем рассуждать на эту тему. Ну, давай порассуждаем, потому что вопрос возник. Вот, ну, понятно, когда предок что такое невежественно. Ты понимаешь, что это частный случай индивидуальный, вот в каждой ситуации человек придет ко мне с таким вопросом, а вот предок ведет себя неадекватно. Я прежде всего задам тебе вопрос, что такое невежественность, что такое ведет себя как-то не так неадекватно. Ну, допустим, пусть будет такой придуманный случай, когда, ну, там, дед, к примеру, совершил преступление, он был, допустим, алкозависимым и его посадили в тюрьму за убийство. Вот как относиться к такому предку, допустим, тому потомку, который через поколение от него? Как выказывать уважение? Как думать о таком человеке с уважением и принимать во внимание его, ну, как, да, слушать его? Как о единице рода, не как о личности, а как о единице рода, потому что есть еще один закон, закон принадлежности, он чаще называется, или в расстановках чаще говорят об исключенных. То есть, если мы такого человека вычеркиваем из нашей родовой системы, не говорим о нем, не упоминаем, стараемся, чтобы никто не знал, не дай бог, потомки о нем не знают ничего, то это называется исключенным из родовой системы ее членом. Если он в этой родовой системе родился, он в любом случае все равно член этой родовой системы, каким бы он ни был. И уважение мы тогда проявляем не к нему, как к личности индивидуальной, а мы проявляем уважение к общему ходу энергии какой-то судьбы рода, потому что то, что с ним случилось, тоже будет не случайно. Если он был алко- или наркозависимым, и если он совершил убийство, то это тоже не случайно, не просто так с бухты-барахты, это тоже случается, потому что где-то в предках в предыдущих поколениях тоже были какие-то нарушения, которые он теперь таким образом нейтрализует, гармонизирует, но эти нарушения были другого порядка, например, там, духовная гордыня. Вот была духовная гордыня в каком-то поколении, вот как ее нейтрализовать? Вот так ее нейтрализуют. алкоголизмом каких-либо наших других членов родовой системы. И очень часто те люди, которые с расстановками работают, говорят, что если в расстановках смотрится душа, человек, не личность же, то очень часто или практически всегда души алкоголиков это очень сильные и светлые души. То есть мы относимся к ним как к чему-то непотребному, низкому, темному, а за ними очень часто стоят очень большие, светлые, сильные души. Просто они взяли на себя такую миссию в роду что-то подкорректировать. Вот ты сейчас говоришь, мы недавно со старшим сыночком моим разговаривали, мы уже смеемся над этими вещами, потому что вся семья у нас уже в терапии. Когда вот именно наука родология мне помогла увидеть, что зависимость это болезнь всей семейной системы, что проблема не в моем сыне, что он наркозависимый, а проблема во всей системе. Он явился своего рода я называю вороночкой, который собрал на себя всю эту муть и пришел с миссией показать. Я смеюсь и говорю, сыночек тяжело нести миссию такого подлеца. Он говорит тяжело, я его не подлеца, я говорю, негодяйчика, он говорит тяжело мам. И вот именно это помогло всем нам в семье понять, что не то, что мы такие хорошие, а он такой плохой, как обычно думается, да что же мы такого плохого сделали этому, да, ребенку, или девочке, или мальчику, что они так себя ведут, такие девиантники дети. А когда люди в семье смотрят, что это часть нашей семьи, вот как хорошо ты сказала, на личности не переходить, а на всю семейную систему, и тогда становится все ясным, что кто-то кого-то вот через поколение может начать выравнивать. И тогда у меня возникает ответственность за свои деяния, даже больше не деяния, а мотивы внутренние, потому что я знаю через два поколения кто-то кто-то что-то будет возможно знать о том, какая была баба Ната в моем лице или прабабушка Наташа. Да, законы, еще чуть-чуть хотелось бы узнать вот следующий закон. О двух мы уже поговорили, даже о трех, о иерархии, о принадлежности или об исключенных и о движении вот этом общем энергии потока жизни. Есть еще закон, с одной стороны важен тот, кто пришел первый, а с другой стороны, когда рождается ребенок, когда рождается новая личность, новый человек, новое воплощение какое-то, то в эту сторону больше уделяется вот этой энергии потока, именно больше внимания, так скажем, родовой системы уделяется именно той ячейке системы, где рождаются дети. То есть, если ветвь бездетная, она, и они не стремятся к тому, чтобы как-то продлить жизнь, то есть, смысл вообще родовых этих всех дел в том, чтобы продлить жизнь, продлить род, и все устремлено собственно на это, поэтому, если ветвь какая-то не хочет детей, или там по каким-то соображениям не может, она отсекается, отсекается тем, что, ну, засыхает, отпадает, как у дерева, ветвь не плодоносит, она рано или поздно засыхает. А что направляет, как бы, как эта энергия материализуется вообще в материальном мире, когда, допустим, рождаются дети, и род посылает туда свою родовую энергию, это о чем? Это про что? Это обо всем, о благополучии, и об изобилии, о деньгах, если прямо о материальном. То есть, если система, ну, часть ее какая-то, семья, да, не в развитии, не в продолжении рода, то у нее будет подсыхать, как вот эта вот веточка в дереве все, начиная с самого видимого, с денег. может быть, не у них конкретно там, может быть, какая-то такая история, что у мамы с папой уже были такие намерения, не очень-то и хотелось, да, этот род продолжать, но у них как-то, каким-то образом еще ребенок родился, а может быть, у этого ребенка как раз-таки будет желание рожать, рожать и рожать, а ребенок уже бесплодный. То есть закон, он работает вот так, если на каких-то этапах, там, несколько поколений не очень, так скажем, делали все по законам, чтобы род продолжался, то рано или поздно дети будут бесплодными, и может оказаться так, что дети-то как раз хотят уже рожать, предки не хотели, а дети хотят, но не могут. То есть бесплодие, как психологическое, так скажем, бесплодие, но оно потом уже и физиологическим становится, оно может быть вот таким одним из симптомов каких-то нарушений в роду. Как мы с тобой работали по диагностике в течение дня, смотрели в роду есть ли как они отвержены, мы с тобой, насколько именно энергия рода в какое направление двигается. Вот через вот такую диагностику получается можно выявить разного рода отклонения и блоки? Да, конечно. Можно выявить, потому что все хранится в нашей голове. Несмотря на то, что мы об этом не знаем и не догадываемся, все из нашей головы можно достать. Из этой генетической памяти все можно достать. Диагностика это схема, собственно говоря, это инструмент, с помощью которого мы актуализируем эту самую память. То есть мы ее как бы немножко раскачиваем и все, что для нас для нас лично актуально в данный момент, оно все и вылезает. Ну, настолько истории были для меня правдоподобные, когда мы с тобой работали, я их проживала, но иногда мне сейчас кажется, слушай, я не могла это нафантазировать себе, то, что работает сто процентов, у меня у Андрюши нос дышать стал. Ты себе можешь представить? Вот мы говорили про именно нос, да, что там в предыдущих поколениях возможно один из предков, которого отвергли, был, ну, погиб удушением и мой нос вообще никогда не думала, что я его не воспринимаю как орган дыхательный, то все что угодно, только не дыхание. И мы начали вот с Андрюшей, то есть я свое начала прорабатывать, Андрейка у меня стал прорабатывать свое, все упражнения делать, и мы все время держимся с ним за руку и заканчиваем наши упражнения тем, что сначала минуту мы не дышим, мы же пловцы, мы там будем заплыв делать, а потом минуту мы носом дышим. Вот, и практически вот месяц после моего приезда вот нашей с тобой терапии, и вот у меня ребенок дышит, хотя вот буквально уже даже в Москве звонил человек, ну давай находить на операцию, там все, как это работает, это какие-то, знаешь, как мистика какая-то, иногда мне кажется, что придумываю себе, ну как-то же работает это, удивительно. Ну, очень многие, кто работают с человеческой памятью, с человеческим бессознательным, да, они утверждают, что человек придумать ничего не может, он может выдать на поверхность только то, что есть в его генетической памяти, только то, в чем, ну, мы же ведем себя как-то определенным образом в соответствии с тем, как вели себя наши предки, даже если мы этого не знаем, потому что это передавалось от одного предка к другому, от прабабушки-бабушки, от бабушки-мами, и это все равно в каких-то нюансах вылезает, и ничего другого, если в роду в твоем не было генебалов, поедающих людей, то тебе не придет мысль в голову об этом говорить, и истории на эту тему сочинять. Когда, например, я работаю со специалистом, вернее, специалист работает со мной, он работает с определенной методикой, да, и он действует интуитивно так, что человек начинает из бессознательного это все подниматься начинает, и тут любая фантазия параноидальная, она может быть именно бессознательной информацией. Я, знаешь, о чем сейчас, да, я поняла, о чем ты, и что на это надо ответить, даже если это с ребенком. Когда ребенок фантазирует, он создает какой-то образ, и сама история может быть придуманной, нафантазированной, но нам важна не история как таковая, нам важны его эмоции и состояние в этой истории. И мы в генетической своей памяти мы тоже не вытаскиваем конкретные сюжеты, нам это не нужно. Мы вытаскиваем именно состояние, состояние, то, как это повлияло на нас, да? Да, реакции, мы вытаскиваем реакции психологические, душевные, телесные, и исходя из реакций работаем. Я вытащила, когда вот этот вот образ мужчины, помнишь, мы работали, и как сразу у меня защита сработала, я такая, не-не-не-не, это не тюрьма, не-не-не, это там, все что угодно, и ты такая, да, вот с этим мы сейчас и поработаем. То есть мозг, насколько он нас защищает, то есть психологические защиты никто не отменял, мы в них выживаем, это да, но тут важно услышать, да, вообще в подобной работе, с образами, с бессознательным, важно услышать первое, что говорит человек, первое, что мозг выдает, потом включаются защиты, иногда прям сразу, мгновенно. Самое первое, что я сказал, самое важное. Очень важно в этом плане работать со специалистами, с людьми, то есть у кого есть образование, собственная терапия и опыт все-таки работы, чтобы с посланием не навреди. Хорошо, с этим разобрались, а сколько вообще всего законов родовых? А я говорила же уже, в разных школах, в разных интерпретациях может быть и три, может быть и четыре, может быть и пять. Там суть в том, как проходит энергия от прежде родившихся к следующим поколениям, то есть энергия должна течь вперед. Например, когда дети начинают ухаживать за своими стариками чрезмерно не оставляют уважения, а уже занимаясь ими как детьми своими. Когда эта палка перегибается и перестает уделяться внимания, так бывает, что какая-то дочь ухаживает за своей мамой так, что она больше в своей жизни ничего не видит. У нее есть только мама, за которой она ухаживает. И очень часто у таких женщин нет детей, потому что энергия вперед не течет, она не живет свою жизнь. Она проживает, то есть энергия как бы вот эта река жизни туда-назад загнулась, петля такая образовалась, и она всю эту энергию и всю эту силу отдает маме. А энергия должна течь вперед. Ну, правильно, задача же родителей до 18 поднять, благословить и отпустить. И по-взрослому начать о себе заботиться, а не ждать, когда дети... Это в доме престарелых я увидела вот именно вот этот вот момент, когда к великому сожалению пожилые люди сказали, мы детям все, а вот нас сейчас вот так отдали, никому мы не нужны. то есть как бы не отплатили на добро добром. Вот это вот прямо... Здесь есть лукавство некоторое, мне кажется. Если бы это было отдано все и с любовью, дети были бы рядом. Мне кажется, в этом есть лукавство. Просто так вот они все и всю любовь отдали и остались одни, это как-то невеемо. Ну, зачастую мы люди, когда не знаем, как назвать что-то, мы называем это любовью. Но зачастую, мне кажется, здесь не про любовь, а как раз про невротическую привязанность. Когда я буду своим детям отдавать, чтобы потом обо мне заботились. Наверное, да, что-то другое. Я вот здесь хочу сказать о законе иерархии, об уважении к старшим. Когда этот закон работает, это правильно, условно говоря, да, то дети не ухаживают как за младенцами, за старшими, потому что они уважают своих стариков и верят в них, что у них есть силы принять такую, какая она есть и самим за собой ухаживать. Даже когда человек лежит уже или там как-то у него есть силы принять эту ситуацию, то есть с ним не надо нянчиться как с младенцем неразумным. А когда дети именно относятся к своим старикам именно так, как к неразумному младенцу, это вот есть нарушение закона иерархии. да, потому что уважение ко взрослому человеку, ну вот к моим папе и маме я ощутила именно тогда, когда я поняла, что они большие, ну, я тоже большая, но в сравнении с ними я маленькая, и они имеют свой опыт, и они вполне справятся со всеми сложностями, и мне даже, в общем-то, не надо заботиться и переживать. Да, когда у меня попросят помощи, я по силам, что могу по-взрослому для взрослого сделаю. Вот, но здесь момент идет именно уважение к ним, как к полноценным, которые могут по себе позаботиться. Да, вот в этом сейчас мне, сказала уважение, это такое, потому что иногда тоже слово уважение такое перевертывается, что уважение, это значит все, что говорит моя мама и мой папа, я должна этому следовать, но это не совсем про уважение, это больше, наверное, про подчинение, про подчинение, да, потому что если мы общаемся уже, то есть мне после 18, я уже взрослый человек, ну, тем более у меня вообще своя семья есть, то здесь уже идет больше дискуссия, разговор и договоренности выработанные. Ну, да, тут способ общения, да, да, папа, я слышу твое мнение, я уважаю твое мнение, но я девочка уже взрослая, у меня тоже есть что сказать. Я не сказала еще, не говорили еще об одном очень важном законе, о котором вообще во многих местах своей жизни мы вспоминаем, это закон брать-давать. брать-давать, собственно говоря, брать-давать, это баланс, который, ну, даже не только про деньги, мы так очень часто слышим этот закон в применении к деньгам, а он не только про деньги. Вот это вот брать-давать, когда старшие уже немощные с точки зрения младших, и младшие отдают всю энергию туда-назад старшим, это нарушение и этого закона тоже. А, подожди, подожди, то есть, если, например, вот как раз это, вот об этом я и говорила, то есть, родители вкладывают не для того, чтобы дети потом им отдавали. Да, старшие родители дают, дети берут, и это закон. Родитель дает, старший дает, младший берет. А потом, вот мне давали, а я кому даю? Детям своим. Вот как, то есть, вот тогда закон рода, и получается, род тогда начинает двигаться вперед и процветать. Тогда энергия жизни течет вперед. Вот, то есть, все, что я даю детям, это не то, что когда я такая слабинку дала и сказала, вот, я вам все отдавала, а вы обо мне не заботитесь, не проявляете ни любовь, ни уважения, ничего, то есть, не упрекать. То есть, я даю им, они дают своим детям. Да, и никак по другому. Ты, когда родители требуют от детей, чтобы они за ними ухаживали, там, жили с ними, там, все для них, для своих родителей, потому что когда-то все было для вас, там, на руках тебя носили, грудью я кормила, да, это вот нарушение закона брать-давать и законом течения энергии. Энергия должна двигаться вперед. Как я, например, ну, сейчас не говорю о других, вот я же тоже готовлюсь, у меня же будет фаза старости, когда дети мои вырастут. Я задумываюсь об этом, я человек, который уделяет понемножку в своей жизни, по капельке всему, внимание, как я строю свою жизнь так, чтобы, вот сейчас отдавая все детям, и когда они построят свои семьи, мне вот в этом состоянии не уйти в ущербность, что я вам все отдавала, а сейчас вы все разлетелись, никто мне не звонит, на помощь никто не приезжает. Как? Ты мне задаешь вопрос, это я тебя могу спросить, задать тебе такой вопрос, как тебе? Ну, если в общих чертах человек сам должен быть самодостаточным, тогда ему не надо затыкать свои дыры детьми. Если я самодостаточный, мне интересно жить в любом возрасте, то мне не нужно затыкать какие-то свои одинокие дни детьми, да, требовать, чтобы ребенок приехал. Или состояние одиночество, чтобы привезли внуков. Да, и создал мне эту движуху. Каждый человек сам себе эту движуху должен создавать. И тогда он самодостаточный. Если самодостаточный, тогда часто прибегают к тому, что кто-то мне должен эти дыры заткнуть. У меня сейчас приходит на память несколько случаев, которые живые такие случаи от людей рассказывали. Женщина помогает своей дочери со своими внуками, но делает это из практически последних сил. Жалуется, недовольничает, но делается словами. Но если я не помогу своей дочери, то кто ей поможет? И я-то понимаю, о чем это, как психолог. Но чисто по-человечески, вот как женщине так в пожилом возрасте свою жизнь сорганизовать, чтобы не приходилось затягивать собственных детей и внуков для выравнивания собственной жизни? Как раз закон брать-давать нарушается. Она не верит в то, что дочь может сама, и собственно эта мама не может отпустить контроль. Это маме нужна потребность у мамы есть контролировать и жизнь дочери, и жизнь теперь внуков. Поэтому ей... И быть полезной, быть нужной. Да, ей все это нужно, а не потому, что дочь не справится. Дочь справится, как только мама скажет, станет навязывать свою помощь, дочь справится, у нее выхода другого не будет. И она может вырасти в этом. Жалко, жалко дочь. Дочь звонит, плачет, няню не нанимает, на маме экономит деньги, на няню плачет, ну вот как маме отказать? Ну то есть это взаимовыгодное у них. Ну, дочь сама принимала решение рожать, создавать семью. Она взрослый человек. Если она взрослый человек, она за свои решения может сама нести ответственность и строить свою жизнь так, чтобы справляться, как ей это удобно. Причем здесь мама. Мама своя жизнь. Мама хочет, будет помогать. Не хочет, может не помогать. Не должна, по крайней мере, не обязана. здесь мы говорим о здоровых отношениях. Обычно в семье созависимых и зависимых людей вот такое наблюдается, когда созависимые живут чувствами и планами другого человека. Свои не могут сделать, и тем самым выравнивают свою жизнь за счет другого. когда мама делает за дочь что-то, большую часть какой-то работы, она тем самым не дает возможности дочери вырасти на этом этапе. Она не дает ей возможности и ее душе вырасти. Она делает все за нее. То есть это неуважение к собственному ребенку. Она немощная, она слабая, она не сможет, она не такая сильная, как я. Я смогу, я сильная, а она вот не сможет. Ну, видимо, так это мама и девочку воспитала, что она уже плачет и звонит ей и просит помощи. Видимо, это было изначально так. Хорошо, хороший закон. Вот закон, который передает силу из поколения в поколение. То есть мы делаем добро нашим детям, они делают добро своим детям, а мы продолжаем жить долго и счастливо, чтобы наблюдать и радоваться за наши будущие поколения. Ведь наблюдать и радоваться это тяжелая работа на самом деле. Не вмешиваться, не контролировать, не пытаться что-то улучшать, а позволить жизни течь. И сегодня, знаешь, вот такое пришло у меня осознание, ну, как бы научиться принимать любое состояние, это уже было где-то там такое внутри у меня, а позволить течь и вот в этот момент быть вот на этом плаву, не утонуть, когда, например, состояние апатии, у меня сегодня с утра прям состояние апатии, вот апатийность и безразличность, и вот течь вместе с этим, это довольно интересно, наблюдать за всем, что происходит у меня в голове, внутри, с моим телом, и вот точно так же я прям в предвкушении, какой бабулей я буду, бабкой. Говоря еще о законе иерархии, мы сейчас это не озвучили, а оно есть, в законе иерархии уважение мужчине еще проговаривается отдельно, то есть не только старшему, в паре мужчина женщина старшим является мужчина, потому что женщина создает уют, создает энергию как бы равновесия, так скажем, а мужчина это ось, это закон, и уважая мужчину рядом с собой, она уважает закон. Ну, я это все слышу, я понимаю, ты же, как сказать, понимаешь, что слово, оно для каждого человека наполнено чем-то своим, и слыша это слово, я значение как бы знаю, но так как мы с тобой рассматривали в моем роду подмена очень мощная мужского и женского, да, то есть вот я практически сейчас пишу собственную книгу исследования о своей душе и о вообще родовой системе именно вот в это время, в этом месте. Побольше расскажи об этом. Что касается уважения к мужчине, ну, здесь много всего говорится везде, во всех терапиях, тут как бы я не знаю даже, я нового ничего не скажу. Единственное, что с точки зрения законов рода вот эта мужско-женская перепутка, она тоже приводит именно к бесплодию. и когда женщина вынуждена там военное время, когда война была, мужчины погибали, женщина тянула все на себе, мы это видим, и потом в семейных сценариях, когда женщина и дочь так воспитывает, и потом внуки, внучки, фильм даже на эту тему есть, мы тут недавно разбирали на клубе ребро Адама, когда в семейную систему и приходят только девочки рождаются, и мужья там не удерживаются, потому что женщина сама по себе сила, она тащит за всех, и за женщину, и за мужчину, там мужчина управляет, всем контролирует, мужчина не может войти туда, потому что место занято, там некуда входить, место занято, все делает женщина сама, и у нее, конечно, тогда жизнь такая однобокая, неполноценная, и виноваты тут не мужчины, которые не хотят с этими женщинами как-то правильное отношение построить, а работать надо с самими женщинами, потому что у них перекос внутри, они и муж, и жена в одном лице, я и мужик, и женщина, да, я и... Ой, мне это очень знакомо, это моя тема, я тоже как фильтр, такое ощущение, что я собрала на себя весь опыт женско-мужской, и мне сейчас с этим надо как-то разобраться, вот разобраться, понимаешь? в территории нашей страны войны были, друг за другом, что называется, у нас это очень популярная история, у нас женщина и коня на скаку остановит и в горящую избу войдет, это так. И жнец на дучке. Мужчины поэтому становятся слабыми, никчемными и никудышными, потому что женщина сама все на себе тащит и не дает возможности рядом с собой мужчине вырасти. Ты знаешь, и рады были бы не тащить, надо найти формулу, и мне кажется, у каждой женщины своя формула, потому что когда мы даем одну какую-то структуру для каждой женщине, не адаптируя, это не совсем верно и мудро. Ну, есть какое-то общее знание, каждая женщина же через себя это проводит, методом проб и ошибок. И между прочим, я для себя знаешь, какую нашла оправдание это или успокоительное такое, что даже если у меня не получится, что все, что я сейчас изучаю и делаю, это поможет моим девочкам. То есть, может быть, я в своей жизни сейчас отрабатывая вот эти вот, ну, просматривая подмену очень мощную, сама я не смогу построить отношения здоровых, но все, через что я прохожу, 10-летняя терапия, продолжаю путешествия исследования в себя и по родовой системе, то как раз с будущим отдать это все, передать моим девочкам, чтобы им уже было бы, ну, как бы с чем, ну, более уже, как-то проще. Они могли решать другие задачи. Ну, они будут решать, естественно, не мои задачи, они будут решать свои задачи, и это тоже одно, то, что я говорю, каждый у нас человек в семье будет жить своей жизнью. Тем не менее, как раз-таки вот это знание и опыт можно передать своим детям через собственный пример. Но вот я все-таки еще раз вернусь к тому, что вот когда человеку родом, хорошо, не родом, но мне так нравится говорить, что родом на меня возложено, мне нравится это, потому что, знаешь, как будто бы у меня есть какая-то внутренняя миссия. Я эту миссию взяла, конечно, я не сопротивляюсь, но то, что что-то очень важное мне дано, ну, это мое такое, мне так нравится. Но к чему сейчас веду, что когда есть задача, значит, в роду кто-то был, кто эту задачу уже решил, и поэтому есть информация о, ну, как бы, о преодолении. Ну, вот как-то так это сейчас говоришь о сложных ситуациях, когда у человека есть какие-то тяжелые энергии в багаже, и он не знает, что с ними делать, как с этим справиться. Тогда, да, и когда в диагностике в этой работе вылезает такая ситуация, такая история, тогда мы, обращаемся именно к тому, что если я с этой задачей пришла, то есть, вот она, я живая, сижу, значит, эту задачу или эту ситуацию похожую, ну, по энергиям, да, по эмоциям, в роду уже кто-то решил. То есть, если, например, в диагностике вылезла, ну, такая тяжелая достаточно карта, как висельник, да, то есть, если я предполагаю или, может быть, даже знаю, что в роду кто-то там повесился, закончил жизнь самоубийством, и на меня эти энергии как-то влияют, я это чувствую, знаю, то я точно могу справиться с этим, потому что в роду кто-то есть, кто эту задачу решил так или иначе, потому что если бы энергия, так условно, скажем, этого висельника преобладала бы, то тогда движение жизни, вот этот вот поток жизни, до тебя бы не дошел, ты бы тут не сидела, то есть, эта ветвь уже бы засохла и отпала, раз я живу, раз я двигаюсь, да, то ресурс, решение этой задачи в роду есть, обязательно, и именно вот в диагностике это можно найти, и каждый человек, да, из себя этот ресурс может достать, да, но вообще это большая радость и отдохновение, потому что раз есть задача и есть для нее уже решение, знаешь, как задачник, решаешь, решаешь, или как кроссворды, а на другой стороне есть ответы, то есть, можно всегда подсмотреть. Данная работа с родом, она важна всем, то есть, это не только кто-то там избранный к этому прикоснулся, ура, на сегодняшний день об этом говорится уже достаточно много, и я считаю, что реально каждому человеку без исключения важно посмотреть, что в его генетической памяти хранится, какие сценарные решения он использует, что там в роду у него было и на что он опирается, сам того не зная, и исходить, то есть, весь этот опыт мы поднимаем не для того, чтобы ужаснуться и впасть в депрессию, а для того, чтобы быть осознанными, чтобы осознанно понимать, что со мной происходит. Когда я понимаю, что со мной происходит, я могу с этим что-то сделать, я могу поступить как-то по-другому, отлично, от сценарных шаблонов, я могу даже с эмоциями я могу поработать, я могу как-то научиться воспринимать существующие какие-то реалии по-другому. И, собственно, нам все это мы поднимаем именно для этого, чтобы включить свою осознанность, чтобы свою жизнь проживать не вслепую, а зрячую. Ну и плюс понимать, где моя жизнь, а где не моя. То есть вот здесь бы тоже понять, что я вообще свою вообще жизнь проживаю или не свою жизнь проживаю. Ну и это тоже, да. Да, и тогда есть право выбора у человека. Тем более у нас сейчас такое время, мне кажется, очень чудесное. У нас столько знаний, столько методик. Бери да применяй. Чего быть такими, как-то закрывать глаза на это все? Нет, нужно пользоваться, нужно применять и делать добро нашим будущим поколениям. Мне было приятно с тобой поговорить, хотелось бы еще потом через время вернуться к этой теме. Скажи, пожалуйста, люди, которые будут смотреть наше интервью, будут спрашивать, обращаться, я могу давать твой номер телефона. Ты работаешь, да, как личные занятия, ты по интернету делаешь, то есть можно к тебе, как специалисту, обращаться по теме рода? Безусловно, ко мне можно обращаться, можно давать мой телефон, в Телеграме у меня, ну, собственно, один и тот же телефон, это и WhatsApp, и Телеграм, и я есть во всех сетях, но сейчас у нас как бы не очень актуальны все остальные сети, только контакт остался. В общем, я доступна. Ну, вот мы с тобой по краям поработаем, поэтому, да, ты доступна, я тоже доступна. Дорогие друзья, пишите, задавайте вопросы, может быть, возникнет прям желание нам, у вас возникнут вопросы, а у нас возникнет желание вот так же в виде беседы поговорить и ответить на ваши вопросы. Тогда всем до свидания, я, конечно же, желаю всем здоровья и процветания рода. До свидания, Оль, пока. Всем удачи.